Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы опять поговорим о том, что еще пару лет назад казалось уделом избранных. Да и сейчас многим кажется запредельно сложным, но на самом деле уже перестало быть таковым. Недавно мы говорили о том, насколько просто снимать видео в 360 градусов. А сегодня поговорим о голосовых интерфейсах. Не будем касаться теории, сразу к практике, то есть на сайт dialogflow.com. Один из лучших или даже лучших проект по созданию голосовых интерфейсов, который в конце 2016 года купил Google и он получил свое нынешнее название. До этого он был API. Начинаем с регистрации. Он, кстати, даже не предлагает регистрироваться, отметая все возможности, кроме захода через Google аккаунт. Монополист, что поделаешь. Кантри он определяет сам. Можно посмотреть короткое видео и приступать к созданию агента. Еще раз авторизуемся и создаем язык, время и название. Без пробелов. Бот, кстати, по-английски пишется как вот по-русски. Вова Ломов вот. Все, бота создали. Пока он не умеет ничего, хотя нет, он уже умеет слушать. То есть переводить голосовые сообщения в текст. И воспринимает их как запрос. Еще он умеет говорить. Попробуй, пожалуйста, выразить свою мысль по-другому. Но пока ничего не понимает. Даже простой фразы как дела. Или делает вид, что не понимает. Научим его хоть чему-то. Для этого зайдем в small talk и сделаем enable. Small talk это маленькие разговоры. Наиболее частые, ничего не значащие вопросы, которые задают люди ботам. И делаем сейв. Про сейв надо не забывать. Первое время это непривычно все время сейвится. Итак, на приветствие он теперь отвечает салют. Я уж не буду больше использовать микрофон, это просто дольше. Да, и слушать металлический квази-женский голос мы больше не будем. Разве что еще один раз. Сейчас на вопрос, кто он, бот отвечает стандартной предустановленной фразой. Не делай это, нужно поменять. Добавим своему боту эксклюзивных черт. Теперь на вопрос, кто он, бот отвечает. Я Вова Ломов, только не человек. Я робот Вова Ломов. По-моему, ужасно смешно. Точнее, как-то трагично у него получается. Сюда же вы можете добавить варианты ответов. Они будут ротироваться и создавать ощущение живого общения. Погоняйте Алису от Яндекса на одинаковом вопросе. Я думаю, там 3-4 варианта ответов предустановлены, не больше. Если умножить это на низкую изобретательность человеческого ума и однотипность бессмысленных вопросов, бот может очень качественно поддерживать беседу. Но это все не серьезно. Хотя именно смолтолкой придает боту человечности. А мы идем в интенс. Намерение. Понятно, что бот создается под какую-то задачу и решить эту задачу можно здесь. Тут мы представляем, что именно может спросить человеку бота и предлагаем ему ответ. Вопросы могут быть очень странными, например, как этот. Указывать нужно как можно больше вариантов запросов, понятное дело, но не обязательно учитывать все. Диалог флоу сделан на обученной сети и в принципе понимает много из контекста. Сейчас, когда мы допишем ответ, устрашающий надо сказать ответ, вы поймете, о чем я говорю. Вариантов ответа опять же может быть несколько. Нажимаем сейв и видите, он не сразу сохраняется. Вот тут начинает крутиться шестеренка, которая говорит о том, что он сейчас обучается, они просто сохраняются. Вот видите, обучение закончилось. Теперь разные варианты запроса будут давать один результат. Интересно, поймет ли он Наташа? Нет. А ты, Натусик? Ага, это понял. Хотя такого варианта мы не задавали. Это уже нейросеть действует. Но есть у нее и сбои. Вот смотрите. На запрос, мне кажется, ты, Вова, она отвечает как Натусик. Поэтому надо создать еще один интенс и прописать нам запросы к Вове. Вот. Теперь она, сеть или он, бот, понимает, кто есть кто. Это уже интереснее, но тоже ближе к развлечениям. Теперь про практическую пользу. В скринкасте про ChatFuel я рассматривал пример чат-бота для себя в роли автора видеороликов. Типа я занимаюсь видеопродакшеном и общаюсь таким образом с клиентами. Давайте сделаем здесь что-то похожее. Для этого начала нам нужно создать entities. Сущности. Название обязательно латиницей. Что такое entities? Это такие маркеры или значения, перемены, не знаю, как их правильно назвать, на которые впоследствии будет реагировать бот и выполнять определенные действия. Указываем слова и все возможные синонимы к ним. Далее создаем новый интент. И указываем все возможные запросы от человека, который хочет снять видеоролик. Причем достаточно написать любое слово из списка Ордер. Он его заменит на переменную Ордер и будет воспринимать подходящим любое слово из этого списка. Теперь создаем запросы. Кроме, собственно, Ордер, нам нужно знать когда. Подставляем системное значение дата и вопрос под нее. И еще возьмем контакты. Ограничимся почтой. Все. Конечный респонс и проверяем. Итак, человек пишет, что ему нужен мультик. Бот видит слово из списка, понимает, что нам нужен анимационный фильм и продолжает разговор. Когда? Можно указать количество дней или, например, написать завтра. Сеть обученная, она поймет, что завтра это через день после сегодняшнего числа. Осталось выцепить имейл. Причем он понимает, что мейл собака мейл. Это не адрес электронной почты и повторяет свой вопрос. И вот уже теперь, когда все заполнено правильно, он говорит спасибо и успокаивается. А мы имеем очередной заказ пока еще в сыром виде, но уже хоть что-то. То есть на самом деле мы сделали главное. Мы создали структуру, то есть бота, который понимает голосовые запросы и генерирует голосовые ответы. То есть у нас есть голосовой интерфейс, осталось его куда-нибудь вставить. Задача эта нетривиальная и я надеюсь, что в одном из ближайших скринкастов мы к этой теме вернемся и попробуем таки найти площадку, которая оживит нашего бота. Все, любите друг друга, общайтесь с машинами, им без нас скучно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в теплице социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok